Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Анны Глазунова. Я расскажу вам о свежих новостях студенчества. Итак, смотри сегодня. Состоялась первая ассамблея юридического сообщества Затарстана. В КФУ прошел круглый стол о патриотизме. Как применить научные наработки Казанского университета в сельском хозяйстве? Казанский федеральный университет исторически является и продолжает развиваться как крупнейший российский центр юридического образования и науки. Об этом пошла речь на первой ассамблее юридического сообщества Затарстана Legal Expert Awards. С подробностями работы мероприятия вас познакомит Аделья Шмилова. 8 июня Казань стала главной площадкой для республиканской юридической практики. Ассамблея Legal Expert Awards стала первым масштабным мероприятием в сравнении с другими городскими юридическими форумами. Основной целью мероприятия является создание эффективной площадки по взаимодействию участников юридического сообщества и бизнеса. Адвокаты и юридические консультанты, корпоративные юристы и представители бизнеса, судьи, представители образовательных учреждений обсудили актуальные вопросы сотрудничества, правовые проблемы, а также изменения в российском законодательстве. Почетными гостями ассамблеи стали мэр города Казани, председатель попечительского совета юридического факультета Казанского федерального университета Ильсур Медшин и председатель Татарстанского регионального отделения Общероссийской ассоциации юристов России Ильдар Халиков. Безусловно, мероприятие, которое собрало сильнейших юристов города, не могло обойтись без участия представителей юридического факультета Казанского федерального университета. Взяв приветственное слово, проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский напомнил участникам форума про то, что год основания Казанского университета является также годом открытия юридического факультета. С тех пор прошло два века, а юридическому факультету Казанского университета по-прежнему есть чем гордиться. Для нас это большая честь быть соорганизатором такого массового мероприятия. Сегодня мы живем в эпоху больших перемен. Наш университет является достаточно старым, с одной стороны, потому что нам будет на будущий год 215 лет. Мы являемся вторым университетом Российской Федерации после московского по возрасту. Но в то же время мы являемся достаточно молодым университетом, поскольку мы постоянно меняемся. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Неверниус. Для чего нужно прививать любовь к родине? Какую ценность имеет патриотическое воспитание? Об этом шла речь в Институте психологии и образования Казанского федерального университета. Подробности в сюжете Адели Валеевой. Казанский федеральный университет делает большой акцент на воспитание патриотизма среди своих студентов. Так, 8 июня в Институте психологии и образования состоялся круглый стол, где обсудили вопросы патриотизма. Мероприятие проходит ежегодно на протяжении пяти лет. Участниками круглого стола в этом году стали проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов, директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова, директор Института психологии и образования Айдар Калимулин и, конечно же, студенты-активисты КФУ. Аделя Валеева, Ленар Довлетяров, Универньюз. Казанский федеральный университет ищет новые пути сотрудничества в сельском хозяйстве. Для этого проректор по инженерной деятельности посетил Чистопольский район. Подробнее далее. Проректор по инженерной деятельности Наиль Кашапов и профессор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Макарим Нафиков встретились с представителями сферы сельского хозяйства Чистопольского района. Участниками встречи обсуждались вопросы биологизации земледелия. Биологизация – это использование природных методов для выращивания растений. Так, например, донник выделяет в почву азот, который является природным удобрением для культурных растений. Сельское хозяйство теперь уже высокотехнологичное, и для этого как раз нужно готовить как инженерные кадры и применять уже все более-более новые современные технологии. Начиная от цифровых технологий, и, соответственно, конечно, очень важно именно сами биологизация почвы и растений, и плюс чем еще к инженерии близко. Тут уже непосредственно получение готовой продукции. Возможности для сотрудничества довольно широки. Помимо подготовки специалистов, в работе можно применить и научные наработки университета. Артем Тупичкин, Лев Халиулин, Универньюз. Университетская клиника Казанского федерального университета отмечает первую годовщину становления кардиохирургической помощи. За это время была проделана колоссальная работа врачами-кардиохирургами и проведено множество успешных операций. Самой востребованной стала операция аортокоронарное шунтирование. Смотрим. Особое внимание в университетской клинике Казань уделяется кардиохирургии. Уже ровно год прошел с момента проведения первой операции на открытом сердце в кардиохирургическом отделении университетской клиники КФУ. За это время было сделано более 260 успешных операций. Помимо аортокоронарного шунтирования, врачи-кардиохирурги провели такие операции, как протезирование пластика клапанов сердца, операции при тромбоэмболии легочной артерии. А также операции по лечению аритмии сердца, такие как имплантация кардиостимуляторов, дефибрилляторов, радиочастотные абляции с применением новейшего навигационного оборудования для картирования миокарда. Нашими основными целями на ближайший период является создание и внедрение в нашу работу новых компетенций в области сердечно-сосудистой проблематики. Мы хотим совершать наши умения и знания в интересах наших пациентов в области борьбы с нарушениями ритма. На лечение в клинику приезжают не только жители Татарстана, но и пациенты из Самары, Оренбурга, Ульяновска, Республики Морел и других регионов России. Идет активное налаживание сотрудничества с докторами в близлежащих республиках и областях. Мы заинтересовали нашим уровнем компетенции, нашими технологическими возможностями врачей-кардиологов близлежащих регионов. И они активно направляют нам на консультацию пациентов с целью принятия решения о необходимости операции. Большинство операций проводятся бесплатно в рамках ежегодно выделяемых квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам России. Анна Глазунова, Олег Апачаев, Универньюз. О других новостях Казанского федерального университета вам расскажет Артем Тупичкин. Проект ученых эко-нефти по разработке и исследованию нового поколения ингибиторов образования гидратов природного газа получил грант Российского фонда фундаментальных исследований. Проект позволит обеспечить эффективную добычу и транспортировку углеводородов в условиях Арктики. Институт международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета совместно с Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму впервые выпустили переводчиков-гидов на языке Фарси. В честь выпуска обучающиеся были награждены сертификатами о прохождении курсов. 15 июня в КФУ пройдет тренировочный матч по футболу между роботами. Во встрече будут участвовать роботы Высшей школы информационных технологий и информационных систем и Инженерного института Казанского федерального университета. Тренировочный матч приурочен к предстоящему чемпионату мира 2018. Автовладельцы всех регионов России недовольны ценами на топливо. Задать вопрос, почему дорожает бензин, хотели многие. На прямой линии с Владимиром Путиным прозвучал ответ. Олег Ашин расскажет подробнее. 45 рублей литр солярки. Сколько ж можно это терпеть? Ну невозможно уже. Остановите как-то это. Мы 18 марта сделали такой большой выбор. Вся страна за вас проголосовала. А цены на бензин все не можете вы остановить. На прошедшей 7 июня прямой линии с Владимиром Путиным был задан очень болезненный вопрос. Почему дорожает бензин? Цены на топливо за несколько месяцев выросли в цене до 46 рублей за литр, что вызвало недовольство у всех автовладельцев. Я с вами согласен. Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат не точного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Цена на горючее росла по одному рублю в неделю. Причиной этому стало желание нефтяников отправлять необработанную нефть на экспорт, а не на внутренний рынок. Исправлять ошибку компании придется правительству. Можно подрегулировать налоги, как я уже сказал, акцизы уже снижены. Это уже принятое решение. Возможно, будут повышены экспортные пошлины для того, чтобы притормозить экспорт. Плюс, по традиции, правительство постарается в частном порядке договориться с крупнейшими поставщиками топлива. Чтобы урегулировать цены, Министерство финансов готовит новый законопроект. А с 1 июня было принято решение снизить акцизы на топливо. Но если принятых мер будет недостаточно, сдерживать цены на бензин будут по методу Сечина, то есть повышать экспортные пошлины на топливо. Олег Кашин, Универньюс. Выпуск подошел к концу. Смотри на социальных сетях. Еще увидимся. Пока.